Чем живет сегодня поселок Харивир и какие проблемы волнуют жителей муниципалитета? Дозвониться до Нельминого Носа. В национальном поселке появилась мобильная связь. Глава региона Александр Цибульский посетил Санавиту. О том, какие перспективы есть у частного медицинского центра, расскажем в материале выпуска. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Глава региона Александр Цибульский провел совместное заседание окружной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ненецкого округа. Участники заседания обсудили вопросы безопасности на транспорте, в школах и в топливно-энергетическом комплексе. Одним из основных вопросов повестки также стал вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, где будут размещены избирательные участки, а также готовность к выборам президента Российской Федерации. На прошлой неделе в регионе прошли тактико-специальные учения оперативного штаба, которые показали готовность к группировке сил и средств, служб и органов власти, включенных в оперативный штаб, к выполнению поставленных задач в период выборов. Кроме вопросов безопасности жителей региона во время голосования, антитеррористическая комиссия и оперативный штаб обсудили вопросы безопасности в школах, на транспортных объектах и объектах топливно-энергетического комплекса. Так, в настоящее время Департаментом образования, культуры и спорта организована работа по категорированию и паспортизации подведомственных учреждений на территории Наринмара и поселка Искатери. Что касается вопроса антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, в данном направлении глава региона поручил усилить работу. Кроме того, Александр Цибульский рекомендовал уделить особое внимание информированию населения в сфере противодействия идеологии терроризма и проработать вопрос размещения соответствующих материалов в местах массового пребывания людей. В Харивере возвели двухэтажный торговый комплекс и готовятся к строительству нового детсада. В списке проблемных – местная ДЭС и участковая больница. Минувшую субботу стратегию развития муниципалитета оценил глава региона Александр Цибульский. Подробности в материале Тимофея Жукова. В современный торговый комплекс в селе возвели в рекордные для Заполярья сроки. Руководитель местного потреб общества Татьяна Кокина рассказала Александру Цибульскому, что муниципалитету понадобилось 19 миллионов рублей, чтобы построить уютное здание общей площадью 400 квадратных метров. Надо, конечно, оборудование еще дополнять. Денег очень много ушло, поэтому пока вот в таком варианте. Здесь еще и будет перестановка полностью оборудована. Так здесь тепло, да? Да, да, да. И вложений-то еще много будет. Да, достаточно. Потому что еще молодой, тот порогил, недавно родили в дальней культуре. Глава региона осмотрел в поселке работу пекарни, сельской бани и детского сада, участковой больницы, дизельной электростанции. Последние два вызывают особую тревогу. Строительство новой электростанции было заморожено по вине подрядчика 7 лет назад. Есть лишь каркас, над судьбой которого сейчас гадают в муниципалитете. Иной расклад в участковой больнице. Объект, оснащенный современным оборудованием, сдали в строй в 2014 году. Но подрядчик допустил множество недоделок. Устранять их предстоит теперь с участием судебных приставов. Мне, наверное, уже прошла точка кипения в моем осмотре этих объектов. И, конечно, когда я вижу больницу, которую ввели в эксплуатацию в 2014 году, а сегодня она уже внутри начинает разваливаться. И фактически мы должны принимать решение о проведении там довольно серьезного ремонта. Но я, как минимум, считаю, что это не совсем эффективное расходование средств. Мы приходим в начатое в 2010 году строительство здания для новой дизельной электростанции. И понимаем, что больше 100 миллионов рублей, которые были на нее потрачены, по сути, ну, уже сегодня можно констатировать, что закопанную землю, потому что, видимо, с высокой степенью вероятности уже использовать этот объект невозможно. А там стоят и закупленные дизельные установки, и гараж. И главное, что это то, что действительно нужно жителям. Просто если мы за все объекты будем платить по нескольку раз и так халатно к этому относиться, то я считаю, нам никогда не хватит никаких денег на то, чтобы выполнять свои социальные обязательства и развиваться. Разговор с жителями села получился честным и откровенным. Среди вопросов, озвученных сельчанами, субсидии на строительство индивидуального жилья, качество угля и интернет-связи, тарифы на поставку воды для сельчан. Приятно и то, что мне очень понравились жители, как и других национальных пунктов, Ривера. Мы очень откровенно, честно поговорили, услышали про те проблемы, которые перед ними стоят. Многие из этих вопросов, наверное, можно снимать на местном уровне. И мне показалось, что не хватает диалога местной власти с жителями. Многие вещи, которые они задают, это вопросы, которых могло бы и не быть, если бы просто местные власти вышли и заранее поговорили с людьми, объяснили, какие права и возможности у них есть. Вот будем стремиться к тому, чтобы этот диалог местной власти с жителями налажен был на регулярной основе, а решение вопросов не обязательно требовало приезда руководства округа. Поездка в Харивер лишь подтвердила, что вопросы, которые волнуют людей, везде одинаковые. И в завершение позитивный момент, озвученный в ходе встречи. В этом году в Харивере начнется строительство долгожданного детсада. Объект в числе приоритетных для округа. В Нельмином Носе впервые появилась мобильная связь. По информации компании МТС, в национальном поселке запущено в эксплуатацию оборудование, которое обеспечило Нельмин Нос сотовой связью и интернетом. Ранее представители компании МТС завезли базовую станцию по зимней дороге из Архангельска. В поселок она была доставлена на снегоходах 21 февраля. Как пояснили в Комитете информатизации и связи администрации округа, Нельминоз, в котором проживает около 500 человек, являлся последним из крупных населенных пунктов округа, где нет сотовой связи. По словам директора филиала МТС в Архангельской области и Ненецком округе Алексея Рыжкова, работа по развитию мобильных сетей в округе будет продолжена. Это позволит обеспечить доступ к современным сервисам для как можно большего числа жителей региона. Руководство Санавиты планирует открыть на базе медицинского центра дневной стационар и проводить ротацию узких специалистов круглогодично. Об этом главе региона Александру Цибульскому во время его первого визита в Санавиту рассказал исполнительный директор Заполярного медицинского центра Виталий Моисеев. Подробности в нашем следующем сюжете. В рамках ознакомительного визита в медицинский многопрофильный центр глава региона осмотрел кабинеты, в которых осуществляется прием пациентов. Здесь же есть процедурный кабинет и небольшая лаборатория. В будущем руководство Санавиты планирует открыть дневной стационар. Мы сейчас лицензию получаем. Я знаю, что тоже спрос есть большой. Мы хотели бы его делать. Но у вас всего будет одна конкурса? Нет, четыре. В одном помещении? Да. Там метраж, соответственно, позволяет. Три сто процентов, четыре, это мы еще посчитаем, если бы не стимили и так далее. Сегодня в медицинском центре прием пациентов ведут специалисты из окружной больницы и поликлиник. Глава региона обратил внимание, руководство Санавиты на то, что такое совмещение работы не должно сказываться на пациентах. Из поликлиники и больницы направляют к вам за деньги делать то, что могут делать у себя бесплатно. Скажу честно, я лишь выражаю мнения граждан, с которыми я лично встречаюсь, а не говорю. Но я надеюсь, что этого не происходит. Нет, не происходит. С точки зрения альтернативной медицины, медицинская часть оплачивается по ПУМС, конечно, здесь условия несравнимые с нашими больницами и поликлиниками. С определенной периодичностью руководство медицинского центра приглашает в Наринмар специалистов из соседнего региона. В настоящее время у нас основная задача, она уже почти решена. Мы хотим организовать ротацию специалистов круглогодично, то есть тех узких специалистов, спрос на которых есть, но по объективным причинам, услуги которых округ обеспечить не может. Буквально сегодня мы разговаривали по поводу приезда репродуктологов, эмбриологов и гинекологов. Разговаривали с одной из клиник Архангельска, а не рассматривать вариант сотрудничества совместного. Александр Цибульский предложил руководству Заполярного медицинского центра рассмотреть возможность сотрудничества со специалистами из более крупных городов. В целом, своим визитом в Санавиту глава региона остался вполне доволен. Я не пользовался, не знаю, как оказываются непосредственно медицинские услуги, но с точки зрения визуального восприятия, конечно, современный медицинский центр, оборудованный хорошими современными средствами для оказания медицинских услуг. Надеюсь, что и качество этих услуг соответствует тому техническому оснащению, которое в нем предстало. Мне бы очень хотелось, чтобы медицинский центр Санавита не становился прямым конкурентом наших окружных медицинских учреждений, а все-таки предоставлял те услуги, которые либо не могут быть оказаны в поликлинике и больнице, либо предоставлял уже те дополнительные услуги, за которые потребитель готов платить деньги для того, чтобы получать услуги, не входящие в общий пакет бесплатного медицинского обеспечения. Медицинский многопрофильный центр существует в Наринмаре чуть больше года. На открытие Санавиты в мае 2016-го его учредители получили окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей. В августе прошлого года медицинский центр получил 1 миллион рублей из бюджета округа в качестве субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Подготовка к Бурандею набирает обороты. Оргкомитету предстоит решить множество вопросов, чтобы сделать праздник для горожан и соревнования для гонщиков максимально безопасным и интересным. Заседание Оргкомитета по подготовке к празднику Буран-Дэй прошло в Наринмаре. До соревнований на снегоходах осталось 10 дней. Гонки на снегоходах на приз-героя СССР, героя России Артура Челенгарова пройдут в столице округа 10 марта в районе Кашигартинской Курии. По словам организаторов, за всю историю проведения гонок это место призвано наиболее комфортным для зрительской аудитории. Подготовка трассы начнется за неделю до соревнований. 10 дней осталось до проведения традиционных гонок на снегоходах в Уран-Дэй. За это время Оргкомитету предстоит решить множество вопросов, чтобы предусмотреть все, даже малейшие нюансы и сделать праздник для горожан и соревнования для гонщиков максимально безопасным и интересным. Поэтому в поле зрения все, начиная от уборки снега в районе проведения соревнований и до непосредственного обустройства гоночной трассы. Кстати, по словам директора детско-юношеского центра лидер Андрея Федотова, трассу в этом году планируют сделать компактнее. Ее протяженность будет около полутора километров, то есть участникам соревнований надо будет сделать чуть больше кругов, чем ранее. Кроме того, трек усложнят. Ожидается, что его подготовкой займутся уже в субботу. В этом году постараемся сделать трассу более усложненной, чтобы были столы, гребенки, небольшие прыжковые упражнения, чтобы могли сделать участники соревнований. Поэтому в этом году, думаю, будет чуть-чуть интереснее. На протяжении гонок в боевой готовности будет бригада врачей спортивной медицины, оборудованной для оказания экстренной медицинской помощи автомобиль. Кстати, здоровью участников заездов уделяется непосредственное внимание. Сейчас все гонщики проходят обязательно медицинский осмотр. Из заявленных 49 человек 30 уже получили допуск. Повышенную готовность медики обещают на время проведения участниками выполнения сложных трюков. Когда будет проходить фристайл, машину скорой помощи необходимо будет спустить вниз, ближе туда поставить. И на этот момент там зрители, получится, будет для них недоступна скорая помощь. У меня есть предложение на этот период организаторам соревнований запросить еще одну машину. Помимо здоровья гонщиков, организаторам соревнований необходимо уделить внимание и здоровью снегоходной техники. Перед началом заездов всем участникам предстоит пройти технический осмотр. Регламентом соревнования предусмотрен ряд изменений, которые участники соревнования могут носить в свои снегоходы инженерами и инспекторами. Также будет проверяться соответствие внесенных изменений установленным требованиям. Кстати, по условиям соревнований все гонщики должны иметь право на управление данной категорией транспортного средства. Для безопасности зрителей в зонах отдыха планируется перекрыть движение от улицы Первомайской и по всей улице Полярной. Может быть, это оптимально сделать. То есть, будет со стороны Первомайской на Полярную улицу совсем закрыто. Но нужно проработать вопрос с заправкой Лукоиловской, чтобы проблем не было так, как люди, если заезжать не будут в течение дня. Под стоянку автомобилей горожан оргкомитет планирует отвезти три места. Территория рядом с кафе «Лайтхаус», площадки перед зданием вневедомственной охраны и магазином «Бристоль». За общественным порядком во время праздника будут следить более ста сотрудников полиции. Напомним, что участникам соревнований предстоит бороться за победу в пяти категориях. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, юниоры от 18 до 25 лет, женщины-ветераны, представители сильного пола старше 55 лет и мужчины в свободном классе снегоходов. Отборочный тур и финальные заезды пройдут в один день 10 марта. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» стартовал во дворце «Спорта Норд». Соревнования продлятся два дня. В них примут участие четыре команды девушек и четыре команды юношей. В числе участников баскетболисты из села Несь – победители регионального этапа. Финал четырех третьего сезона 2017-2018 годов стартовал. Это продолжение отборочных осенних туров. Чемпионат школьной баскетбольной лиги в Ниньском округе проходит уже седьмой сезон, в России – одиннадцатый. В этом году к участию в нашем регионе заявились 22 команды. Сейчас за звание «Лучший» борются по четыре команды от юношей и девушек. Одиннадцатиклассник Дмитрий Барышников – воспитанник дворца «Спорта Норд». Опытный игрок. В составе команды первой школы он выступал на чемпионате не один год. Участвовал и в первенстве России. Представлял честь округа на областных соревнованиях. Сейчас Дима играет за команду третьей школы. Секрет победы от молодого спортсмена – уверенность, четкие движения и высокий рост. Сегодняшнюю игру оценивает как интересную. Единственное, что уровень игры спал. Но интерес игроков увеличился. Приходят молодые игроки. Но видите, нужна практика. Вот два минуса – практика и опыта нет. Тренер Дмитрия – педагог дополнительного образования дворца «Спорта Норд». Солидарен со своим воспитанником. В этом сезоне команды играют практически на одном уровне. Появилась интрига. Так в прошлые годы доминировала команда школы номер один. Сильные баскетболисты не оставляли шансов другим участникам чемпионата. Однако они достойно защищали честь округа на соревнованиях федерального уровня. Становились призерами, играли практически со всей Россией. Возможно, в этом сезоне первое место достанется другой команде. Сейчас проходит муравленно-магазин между Ненинской средней школой имени Порерка и школой номер три. Третья школа сейчас ведется с довольно большим преимуществом. То есть они завтра, скорее всего, будут в финале играть. Ненинская средняя школа интерната будет играть завтра за третье место. У девушек, по предварительным прогнозам, лидирует команда школы номер один. По мнению ее участницы, девятиклассницы Ольги Хабаровой, во время матча необходимо сконцентрироваться и играть дружно, а не каждый за себя. Тогда победа возможна. Для меня сложно забить. Мне легче дать пас. Я просто верю своей команде и играю только с ними. Завтра во Дворце спорта Норд школьные баскетбольные команды будут бороться за право представлять наш округ на финальных соревнованиях с ССФО по баскетболу в городе Архангельск. Они пройдут с 13 по 17 марта. Анастасия Саботович, Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. В Наринмаре отметили День Белого Медведя. В честь хозяина Арктики во Дворце культуры открылась выставка картин, выполненных в технике росписи по шелку «Где-то на белом свете Мишка Полярный есть». Авторами работ являются участницы творческого коллектива «Артмастерской». 34 автора представили свои работы на суд зрителей. Каждая выполнялась по авторской методике Натальи Поликарповой в течение месяца. Всего на подготовку 42 картин ушло около года. Старались найти образы, чтобы они были у нас разные, чтобы Мишку показать во всех его апостасях и, естественно, привлечь к тому, что он опасный, но он в то же время очень добрый и трогательный. И поэтому мы на своих образах пытались показать его и плавающим, и отдыхающим, и цветочки нюхающим. Также создали целую серию образов, вот именно из мультфильмов наших вспомнили, из таких стилизованных, ну и, естественно, основной упор у нас был на натурального Мишку. Основной целью Международного дня Белого Медведя является распространение информации о жизни хозяина Арктики и привлечении внимания общества к необходимости их охраны. Белый медведь обитает только в арктических широтах, вблизи Северного полюса. В Ненецком округе встретить самого крупного наземного хищника можно на восточном побережье и на островах Калгуев и Вайгач. Если говорить о том, как мы сейчас осуществляем взаимодействие совместно с администрацией, с научными учреждениями и со специалистами, которые изучают белых медведей, то вы, наверное, знаете, что последние четыре года проводятся исследования по спутниковому меченю белых медведей, что создана была абсолютно недавно антиконфликтная группа для того, чтобы предотвратить гибель животных и людей в тех населенных пунктах, которые на сегодняшний день посещают белые медведи. В первую очередь Международный день полярного медведя знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя – России, Норвегии, Канады, Гренландии и США. В России этот хищник занесен в Красную книгу. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.